Почувствую сейчас, как все ли в порядке? Все отлично. Прошли лагерь, потренировались. Сейчас гонка веса идет. В принципе, я много не гоняю. Много не сгоняю. Значит, получается, то, что восстановление мне проще будет. Я восстановлюсь. К бою где-то на 100% я буду готов. Настроение, в принципе, хорошее. К бою готовы. Соперник приехал. Сегодня я его первый раз увидел. Всего соперника вживую. Поэтому я уже знаю его и посмотрел ему в глаза. Видно, что он тоже волнуется на этом бою. Потому что на данный момент есть плюс у меня, а минус у него. Потому что Тиаго Альвас, во-первых, уже давно дерется. Он ветеран. И у него имя есть. Он уже популярный. А я как новичок, а ему невыгодно со мной драться. Потому что если я его выиграю, я в рейтинге поднимусь со мной. Ну, смысл, даже если выиграю, то он не поднимется нигде в рейтинге. И как с новичком дерется, у него есть маленькое волнение. И настрой такой, потому что ему смысла нет не проигрывать. Ну, из-за этого он будет, скорее всего, сильно переживать. И это ему будет минус. А вот вы его не понимаете в том, что, ну, почему он принял этот бой, то есть, например, оказавшись на его месте, ну, там, с таким пограундом, да, он с только я дерется в UFC, там, сжался на пояс и прочее. Я не знаю, почему так. Это политика, и все решают, почему так сделали. Ну, хорошо, что так сделали. Возможно, он уже, как сказать, если так понимать, что он пошел на спад на данный момент. Потому что были бои, где ему уже тяжело и выигрывать, и последний у него нокаут был в бою, его выиграли. Поэтому уже, наверное, скорее всего, и здоровье не то. Потому что 13 лет все-таки отодраться там, он уже, можно так сказать, я так понимаю, с 18 лет он дрался уже в профи. Я еще даже об этом не думал. Они уже в Бразилии там дерутся, деньги зарабатывали. И много здоровья на это отдали. Поэтому посмотрим, как он будет работать в ринге, и как он будет сейчас дышать, двигаться. Потому что и на данный момент сейчас и запрещена химия. Люди, сами видите, поменялись сразу же. И вес начали менять, и, можно сказать, и физически, и тело, как она на глаз видно, как у них меняется. Раньше раздутые были, сильные такие, мощные, дрались, убивали друг друга. А сейчас меняется все. Хорошо, что ввели это и усаду, что проверяют на допе. Вы подписали контракт с UFC как чемпиона М1 по новому соглашению, или как автономный боец, просто это ваш контракт с UFC, и про М1 там нет? Ну, я как бы, ну, на данный момент я же являюсь, точнее, я, ну да, чемпион. Ушел, но оставил титул вакантом. А так я подписал, у меня по контракту так было прописано, что я могу перейти в другую организацию, если я защитил хотя бы один раз пояс. Я его защитил уже четыре раза. Поэтому я уже давно мог перейти в UFC, еще, можно сказать, год назад, если бы мы не предложили бы контракт. А на данный момент увидели, что получается, что мне контракт предложили именно в этом году. Значит, я был им еще неинтересен. Увидели, заметили, что бои я показываю неплохие, и что, возможно, в UFC я могу привлечь внимание и публику. Вадим Кричстейн говорил, что бойцы, которые переходят в UFC, чемпионы, которые оставили пояс вакантом, они могут потом все равно драться в UFC. Насколько это реально? Слушайте, ну, в практике пока этого не было, я ничего сказать не могу насчет этого. Может быть, и так, и будет дальше драться. Ну, на данный момент... Про вас исключительно говорим. То есть вы представляете, что вы сейчас приводируете в UFC в Москве? Пока такого не было, предложения не было. Мне надо сейчас этот бой, это драться самое главное. Дальше видно будет. Мне пока неинтересно в М1 драться. Я уже там подрался, мне интересно уже этот рынок. Мне смысл там и там драться будет очень тяжело. Смысл себя травмировать, на износ работать, потому что надо будет работать там, 4 боя дают. И надо успеть контракты заканчивать и новые подписывать, потому что на новые контракты, новые бойцы, выше подниматься. А М1, ну, там драться, ну, они не привезут бойца другого уровня. Например, который с UFC, ну, кто же там подпишется. А мне надо сильнейшими драться, чтобы я мог расти. Алексей, вот вы говорили, что на вас давят ноль в графе поражения. До сих пор давят? Ну, все равно ответственность есть. Конечно, маленько есть такое, что иногда не замечаешь этого. Но все равно, когда идешь без поражения, и столько лет стараюсь его держать сухим, естественно, для меня будет поражение, это нелегко перенести. Но я стараюсь об этом не думать. И стараюсь всегда смотреть бои своих соперников, видеть, какие у них ошибки, то, как проигрывать, и это анализировать. И как бы на тренировке это продумывать, тренировать и понимать, что лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих, можно так сказать. Ну, неужели было бы проще, там, психологические свободные, если бы вы вот проиграли бой? Мне кажется, что от этого только сложнее. Ну, я до этого проигрывал бои, ну, и любительские соревнования, и других я дрался там, организациях. Я проигрывал, я просто... Не было такого у меня спада конкретного. Я просто делал выводы и шел вперед. Ну, такого быть не может, чтобы человек не проигрывал. В начале своей карьеры всегда такое бывает. А потом просто начинаешь делать выводы и грамотно подходить к этому, и упорно заниматься. Если еще позволяет финансовая поддержка, чтобы можно было тренерский штаб, грамотные сборы организовывать, то это, конечно, будет классно, что ты профессионально подходишь к этому году. Поэтому это и есть отличие любителей от профессионалов. Вот большинство из российских бойцов, которые подписывают контракты с UFC, в общем-то, начинают с нуля. А вот как сейчас ситуация у вас? Вам все-таки достался бывший претендент на звание чемпиона мира. То есть вы оказались более выгодными позицией на то, что пришли за М1-1? Слушайте, я вам скажу, что это мне очень устраивает, то, что сейчас человек, который будет драться со мной, Тиага Альвас, он мой опытный соперник, и он еще дрался за титул. Опыт у него колоссальный, имя есть. У меня на данный момент в UFC здесь имени нету никакой, я дебютант, как новичок, буду драться. Но если я его выиграю, у меня будет какой-то определенный скачок вверх. Меня могут заметить публика и предлагать мне уже бои более, уже ближе к топам. А был ли какой-то разговор о том, что в случае победы у вас там включат обязательно в топ-15, вдруг говоря? Такого навряд ли будет, мы не говорили, что в топ-15 это надо в топ-15 драться, кто именно сейчас в топе. Только тогда, да. А так выиграть кого-то ты не попадешь. Если есть топ-15, кого-то там выдернуть. По своим ощущениям, вы вообще готовы к тому, чтобы в ближайшем будущем конкурировать с лучшими бойцами UFC? Или вам еще нужна какая-то разведка? Я думаю, пока разведка нужна. Надо постепенно начинать. Перегибать палку смысла нету, потому что нужно знать свои ошибки. Надо будет усовершенствовать свои навыки, например, ударную технику, борцовскую технику надо поднимать. Я знаю свои ошибки, я знаю, на чем работать. На данный момент этот бой сейчас покажет еще, на чем работать. И понимаете, с каждым разом мне надо по ступеньке, можно так сказать, постепенно подниматься вверх. Перепрыгивать смысла нету, потому что надо изучать своих соперников, потому что когда они долго дерутся, все равно ты видишь, где-то все равно у них будет своя ошибка, можно будет это просечь, увидеть и на заметочку взять. И в дальнейшем можно будет уже с ним вывести. В общем, здесь можно сказать, так же политика идет. Надо знать, с кем подраться и в какое время подраться, потому что надо выходить на пике. Он может быть не на пике, понимаете, да? Можно его выиграть в результате того, что он может не в той форме быть, еще что-нибудь, но зато у имени есть. Они так и делают все. А он является ли самым серьезным соперником пока в вашей карьере или у вас были там бойцы, где было больше опасений или больше на всех слава повод? На данный момент этот боец считается, можно сказать, из всех самых опытных. Он опаснее будет намного, потому что он ударник хороший, панчер, борьба у него тоже хорошая, поэтому я не могу сказать, что у меня будет легкий бой. И я, скорее всего, думаю, три раунда у нас и пройдет бой, скорее всего, по очкам, потому что его тоже где-то, можно сказать, вырубить будет тяжеловато, потому что он знает меня, потому что я тоже ударник и, скорее всего, будет очень хорошо защищаться. А кто был самым серьезным соперником до этого, вот самый сложный бой в карьере? Да я не могу сказать, что конкретно легкий бой. Они все тяжелые бои, на самом деле. Все тяжелые бои, и на каждый бой ты настраиваешься, все хотят тебя выиграть, и тяжелые сборы проводишь, выходишь на бой, всегда кто-то создает тебе какие-то проблемы. Ну, а определенно то, что прям конкретно тяжелый соперник там был, есть и в смешанном единоборстве. Так, надо вспомнить его. Тяжело. Я три раунда отработал, мне было очень тяжело. Это я дрался на золото скифов. Но, опять же, у меня, не буду, конечно, оправдываться, но к этому бою я еще плохо подготовился. Потому что сессия у меня совпала с подготовкой. У меня подготовка была плохая, но было очень тяжело. Миграция весь забился, и бой, конечно, показал отвратительнее. И соперник такой напористый был. Поэтому... У Шуменко скоро заканчивается контракт с БеллатР. Он не просил вас там, Алексей, ты уже пробился там, дорогу мне открой, как-то. У Александра? Да. Ну, в общем-то, Александр готов даже, если бы вы говорили. Мы как бы разговаривали изначально, когда мы начали заниматься вместе. У нас был разговор, чтобы меня в БеллатР можно было закинуть. Но опять, видите, в БеллатРе все изменилось. Там изменился, можно сказать, директор организации БеллатР, и появился Кокер, да. Вот он, я так понял, когда он появился на этом рынке, он начал увольнять вообще всех ребят из России. И мне, как бы, сказали, появились сложности, чтобы туда попасть. Поэтому мы так поняли, что мне туда дороги нет. Вот сейчас самым ожидаемым боем в мире ММА является Хадиб и Коннор. На ваш взгляд, вывеска вот этого Куякинка, ну, сам бой, он соответствует вывеске, грубо говоря, или здесь больше пиара и всего остального? Ну, здесь все есть, и пиар. Это самое главное сейчас, на данный момент, вы сами понимаете, все это огромный рынок, это здесь деньги уже зарабатывают, это шоу, это уже пиар идет. Но, опять же, это нужно делать для ребят, это нужно для публики делать, чтобы все видели, что есть такой спорт. Из этого тоже никто не поймет, не уверен. И ребята есть стимул драться с такими сильными ребятами, ну, и заработать денег. А вы так готовы себя вести, как ведут себя и Хадиб, и Коннор? То есть, так вот ярко, открыто там, кто-то под соперником говорит, мне о своем лишь приятном? Все разные люди. То, как, кому-то идет, это кому-то нет. Я, как бы, не собираюсь себя так вести. Я буду говорить так, как она есть. Ну, а конкретно в самом поединке Хадиб явно фаворит? Или как? Я считаю, что Хадиб явный фаворит. Буду за него болеть. И я думаю, что он заберет пояс у него, он его будет бороться. И он устанет, и Магрегор не сможет ударить, потому что он будет надеяться только на свои удары. Но, опять же, если человека повозить, маленько руки забиваются, ну, уже не та скорость будет, он не может попасть. Поэтому ему надо будет его побороть, завозить, он устанет, и все. Дальше он может либо болевой ему сделать, либо может так же по очкам выиграть, либо забьет. Можно ли сказать, что Магрегор будет опасен для Нормагомедова только первые 10 секунд каждого из раундов, пока он еще на стойке. Да, может быть такое. Поэтому здесь надо будет ему и внимательнее, и держать дистанцию, и знать, в какой момент проходить ему в ноги, и клинчевать, и не давать ему работать. А так, если Макгрегор пока свежий, он, можно сказать, опасен, ну, не первые 10 секунд. Первый раунд он точно будет опасен. Если он его повяжет, то уже второй, третий раунд функционалка не особо сильная. А кто было бы интереснее вам посмотреть на бой Хабиба с Коннером или с Тони Фергюсоном? Мне бы, конечно, было интересно посмотреть с Фергюсоном. То есть здесь был бы более конкурентный бой? Да, более конкурентный, потому что Фергюсон он выносливый, на самом деле, он может долго драться, он худой, ему, ну, что там уставать-то свои кости таскать. Поэтому он и в партере вязкий такой не дает работать. Ну и в стойке интересно рубится. Мне было бы интересно этот бой больше посмотреть. Ну и в рамках того же вечера дерется Александр Волков с Денком Льюисом. Волков сейчас, наверное, самый российский боец, который наиболее приближен к титулу после Хабиба. И вот, в общем, как вы оцените его шансы на сам титул и бой с Льюисом? Вот какие у Льюис там недостатки и как Волков там может ими воспользоваться? У Льюису какие недостатки. Я думаю, что тоже Волков выиграет. Во-первых, он высокий, руки длинные. В Льюисе хорошие удары. Он, можно сказать, панчер. Но Волков уже всех проходил. Он опытный. Борьба у него особо нет. Будет стараться в стойке. Мне кажется, он будет Волкова стараться переводить в партер в этот момент. Ну, опять же, бой покажет уже. Удаст ли ему переводить. А так Волков, я думаю, будет доминировать. И может выиграть даже нокаутом. Вот бой последний Льюисом Ганно получился достаточно, скажем, вялым. Здесь будет что-то такое или все-таки будет яркое, как всегда Волкова получается? Здесь яркий. Почему они вдвоем так подрались с Льюисом? Почему? Потому что они оба боялись друг друга от того, что кто-нибудь упадет. Два панчера вышли и они отпрыгали. Бывает такое, что два ударника думают, выходят, что сейчас зарубятся. И они все понимают, что на один удар нарваться здесь, это в таких перчатках легко можно вырубить. Поэтому они осторожно работали. Но Волков такое и не даст ему. Волков будет идти вперед постоянно. Он мало отходит назад, он закатывает бои и за счет своей чувствительности, роста он может давить, давить его. И за счет этого, мне кажется, он его и выиграет. Хорошо, спасибо большое.